Лето для многих, а особенно для детей, это пора каникул, отдыха и веселья. А пока учащиеся набираются новых сил перед учебой, руководство общеобразовательных учреждений района занято благоустройством и ремонтом учебных заведений. Где-то это косметический ремонт, а где-то объем работ побольше и носит другой характер. Всем уже хорошо известно, что с 1 сентября учащиеся начальных классов будут питаться бесплатно. В связи с чем, некоторым школам необходимо было расширять свои столовые кабинеты. Одна из них – СОЖ номер 2, Алла Кашихабль. В нашей школе в соответствии с требованиями современными, так как с 1 класса по 4 класс питание будет предоставляться бесплатно, у нас есть необходимость расширения столового помещения. Поэтому подрядная организация, муниципальное образование взяло на себя ответственность. Вся столовая переделывается на 100 с лишним посадочных мест. У нас было 54, а сегодня будет на 110 посадочных мест. С какого числа будет начата работа? Мы начали работу в начале июля, собираемся закончить 15 августа. 18-го у нас прием ко всей школе. Школа будет готова в это к 18 августа. По словам директора школы Эммы Пештиковой, всего учебное заведение насчитывает 358 детей, которых будут обучать 30 педагогов. Кроме ремонта пищеблока, с 5 августа в школе начнется плановый текущий ремонт. Нам выделены средства финансовые на текущий ремонт всего здания. Поэтому у нас текущий ремонт будет производиться с 5 августа во всех кабинетах, в коридорах. И школа будет готова. Всего сколько учащихся в школе? У нас в школе на сегодняшний день 358 обучающихся. Учителей? У нас 30 человек. Школа растет, дети нам прибывают. Первый класс на сегодняшний день у нас 41 человек зачислены. Все дети переведены по АИС. И 41 зачислены в школу. Ну, еще будут заявления, еще один человек собирается к нам. Школа растет. Необходимость расширения, конечно, была. Поэтому в наше положение, понимает и район, все делается для того, чтобы наши дети получали качественное образование. Кстати, следует сказать, что по многим предметам наши выпускники в этом году показали баллы выше российских показателей. Поэтому по отдельным предметам, русскому языку, математике – это самые обязательные, главные предметы. Поэтому не зря вкладывается средство в школу. В этот же день мы побывали в СОЖ номер 6 Дмитриевского сельского поселения, где практически завершены все косметические работы во всех кабинетах. Остались последние штрихи в коридоре и на придворовой территории, прилегающей к школе. Косметический ремонт школы подходит к концу. Это покраска полов, стен. Это у нас из года в год, потому что там, где дети учились целый год, конечно, надо освежать, обновлять, чтобы дети пришли в чистую школу. Мы, конечно, и работники школы, и все учителя, которые сделали тот же косметический ремонт и в своих кабинетах, они уже ждут своих детей, все убрано, все чисто. Единственное, мы подходим уже к концу, выходим на улицы и снаружи тоже побелка, покос травы, чтобы к первому сентября все было чисто, аккуратно, и дети пришли в ухоженную школу. Директор школы Зарема Хабиева очень рада тому, что в рамках региональной программы «Успех каждого ребенка» в их учреждении производится капитальный ремонт спортивного зала. Долгие годы этот зал нуждался в современном, отвечающем всем требованиям ремонте. И уже скоро ученики будут заниматься в чистом и благоустроенном помещении. Помимо этого у нас спортзал, у нас нацпрограмма, здесь тоже подходит к концу, аккуратно, все чисто. Я считаю, что дети будут очень довольны и рады, потому что здесь в спортзале у нас отремонтированы, и почти заново все сделано, и душевые кабины, и тут и двери новые, и кафель везде у нас лежит, и все оборудование спортзала будет доставлено и все будет расставлено на свои места. Спасибо большое всем, кто принял участие в этом, кто эту программу сделал. Мы довольны все, и школа, и работники, и дети. У нас актовый зал хороший, спортзал новейший. Я думаю, что все условия для создания того, чтобы дети учились, у нас есть. Помимо этого, мы очень большое внимание в этом году уделяем столовой. Дети, где будут питаться, здесь тоже уже произведен очень хороший ремонт косметический. Помимо этого, в кладовой столовой мы запитонировали пол, линолеум будем застилать, чтобы продукты хранились в чистоте и в порядке. Зарема Хусеновна отмечает, что очень часто им помогают индивидуальные предприниматели и бывшие ученики. По первому нашему зову они всегда идут нам навстречу. Вообще нам очень большую помощь оказывают многие жители нашего поселка. И вообще, как спонсоры, это у нас из года в год величка Любовь Николаевна, Цуканов Николай Павлович, плюс Ангелов Мадин Ибрагимович. Он вставил очень хорошие двери в актовый зал нам. Помимо этого, то пластик нам покупают, то все, как бы мы к нему ни обратились, и вообще к этим людям, они всегда выполняют нашу просьбу. А в этом году подключились даже те выпускники школы, которые у нас закончили много лет назад. А вот, например, вот в этом году свою небольшую влепту внесли и Тимзоков Руслан, и Калашау Инвер, да Гужев Мурат, который нам закупил все плафоны на первом этаже, на втором этаже, в столовой. Мы очень благодарны этим ребятам. Мы говорим им большое спасибо. Здоровья им мы всем желаем всегда. Я благодарна со своим коллективом и говорю им спасибо. Мы продолжим освещать подготовительные работы и в других учебных заведениях района. Натуся Кучмезова, Сергей Лобынцев, Новосекашхабского района.